Добрый вечер! Время новостей на 12-м канале. В студии Елена Бабкова. И вот о чем расскажем. Зеленый коридор для мобилизованных и их семей. Как упростить обслуживание и предоставить заемщикам кредитные каникулы? Губернатор встретился с представителями банков. Любишь кататься? Учи правила. Самокаты получили особый статус. Средства индивидуальной мобильности. Как это изменит статистику ДТП и почему новшеством не рады владельцы кикшеринга? Грозились спустить собак и разбили фотоаппарат. Не надо меня снимать! Не надо меня снимать! Родственники цыганского наркобарона напали на съемочную группу 12-го канала. Ошибка ценой в 2,5 миллиона рублей. А МИЧ воспользовался невнимательностью кассира и унес из автосалона лишние деньги. И город в цвете. Каким будет восстановленный особняк в центре Омска? Решат МИЧИ. Волонтеры Том Суэрфеста завершают работу над домом, на чердаке которого нашли немало тайн. Банки обеспечат зеленый коридор семьям мобилизованных. Об этом сегодня заявил Александр Бурков. Губернатор обсудил с представителями ключевых банков, работающих на территории области, реализацию указа президента о кредитных каникулах для призванных на военную службу. Как отметил глава региона, сейчас и от самих мобилизованных, и от членов их семей поступает много вопросов на эту тему. Необходимо, чтобы люди владели полной информацией о кредитных каникулах, вплоть до малейших нюансов. Два крупных банка уже проводят консультации в воинских частях. По предложению главы региона, такую практику внедрят и другие организации. Было принято решение, что каждый банк выделит своих специалистов, воинские части формирователи, где находятся наши мобилизованные граждане, чтобы каждый мог обратиться лично к специалисту банка. Чтобы ему разъяснили, какие кредитные каникулы у него по ипотечному кредиту, по потребительскому кредиту, какие ставки. Второе. Было принято решение создать зеленые коридоры в каждом банке нашей области для семей мобилизованных граждан. Чтобы любой член семьи, который пришел по кредиту, будь то призванного или своего личного, им была оказана теплая встреча и без очереди сопровождали отдельно консультанта этих людей. Между тем, всестороннюю поддержку семьям мобилизованных продолжают оказывать в Омском консультационном центре. Сюда поступило уже почти тысяча обращений от жителей региона. Специалисты не только отвечают на вопросы, волонтеры готовы помочь и делом. Непосредственно выезжают к людям. Такой подход высоко оценили на федеральном уровне. Сегодня в нашем городе с рабочим визитом побывала заместитель секретаря Генсовета Единой России Дарья Лантратова. Константин Лондон с подробностями. Пока мобилизованные новобранцы плечом к плечу проходят боевое слаживание, надежная поддержка для их семей становится омские волонтеры. Теперь акция «Мы вместе» реализуется в партнерстве с Единой Россией. Специалисты помогают отрабатывать заявки, поступающие в консультационный центр. Вот, например, женщина просит подвезти ее заболевшего ребенка в больницу. Оператору горячей линии поясняет, раньше ответственным за процедуру был муж, но теперь он в строю российской армии. Обращение передается добровольцам, и те оперативно выезжают по адресу. Убрать придомовую территорию, наколоть дров, выгулять питомцы, активисты. И, кстати, больше 12 тысяч откликаются на любую просьбу. Семья может обратиться за оказанием юридической помощи, сказать, что мы поняли, какие документы собирать, но, к сожалению, не поняли, а где их брать и как их заверить, какие печати должны быть, потому что очень много вопросов именно юридического характера. С работой консультационного центра знакомится федеральный эксперт Дарья Лантратова. Созданный по распоряжению губернатора, Омский центр стал одним из первых в стране. Опыт оказался настолько успешным, что в Москве рассматривают возможность его масштабирования на другие регионы России. Омск, тот самый пример, это один из пилотных наших проектов штаб общественной поддержки, в котором мы сейчас находимся, действительно зарекомендовал себя как такая очень удачная практика, очень быстрого, очень точечного запроса на те нужды, на те потребности, которые сегодня есть у людей. Спектр проблем, с которыми можно обратиться в центр, охватывает практически все сферы жизни. В семьях мобилизованных решаются вопросы трудоустройства, зачисления детей в школу или детский сад. Заявки по переводу ребят из одного образовательного учреждения в другое поступают в рекордном количестве. Выясняется, что в большинстве случаев малышей возят в детсады удаленные от места жительства. И в основном, говорят, жены мобилизованных занимались этим отцы. Оказывают и психологическую помощь. В консультационном центре работают профессионалы, причем не только по телефону, но и очно. Человеческих историй бесконечное множество. И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы не просто помочь точечным по запросу, но и, например, механизмам закрепления конкретного депутата или конкретного волонтера, или, возможно, даже, например, группы студентов, чтобы человек понимал, что вот то одно окно, вот то плечо, на которое сегодня он сможет опереться. На сегодня специалисты консультационного центра совместно с волонтерами партии «Единой России» обработали свыше 900 обращений от родственников мобилизованных. Все вопросы принимают на горячую линию по номеру 122, а также на сайте мывместе.рф. Константин Лондон, Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. До конца этой недели Омск получит еще 22 новых автобуса. Комфортабельных и экологичных транспорт выйдет на линию уже в ноябре. Об этом сегодня рассказали на пассажирском предприятии номер 8. Здесь побывал Сергей Шелест. Мэр приехал посмотреть, как идет подготовка автобусов к зиме. Работа плановая. Проводится техобслуживание систем отопления, ремонт или замена оборудования. Особенно тщательно готовят к холодам автобусы старше 10 лет. В таких в автопарке предприятий около сотни из 500. А вот остальные 400 новые, удобные и теплые. Никакие морозы пассажирам не страшны. Машины приобретены за последние годы при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроектов. И, как отметил мэр Сергей Шелест, с учетом интересов омичей. Я думаю, что все омичи оценили качество тех автобусов большой вместимости, которые за последние годы город получил. И тем более те характеристики, которые сейчас подошли, они вместо, допустим, трех печек имеют пять. Сейчас осматриваем еще вопрос двойного остекления, чтобы последующие поставки были. Это и удобно, и тепло. Стекла не будут индиветь, и пассажирам будет хорошо просматриваться обстановка дорожная. Они будут понимать, где они находятся и не ориентироваться только лишь на звуковые извещатели в салоне. Добавлю, что обновление парка позволяет экономить на отопительном оборудовании, оперативно закупать запчасти для автобусов, использовать современные цифровые сервисы при оплате проезда, а также способствует улучшению экологической обстановки в городе. Сухая и теплая погода покинет Омск уже к выходным. В конце недели синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры воздуха. Днем будет не выше плюс шести. А с 21 октября в регионе пойдет снег. Столбики термометров будут опускаться до минусовых отметок. Смена погодных условий, как показывает статистика, часто приводит к росту числа пожаров. Происходит возгорание из-за неправильного использования электроприборов, которые идут в ход для обогрева квартиры домов. Не следят люди за печами. Многие не считают нужным чистить дымоходы, тогда как это необходимо делать регулярно, как минимум один раз за три месяца. Из-за сажи риск пожара увеличивается в разы. Оседая на стенках трубы, она может в любой момент воспламениться от искры, стопки, камина или печи. Специалисты призывают у мечей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Посмотреть, чтобы был притопочный лист, изготовленный из негорючего материала возле печи, размером не менее 0,5 на 0,7 метров. Значит, ни в коем случае не надо складировать дрова возле дверцы. Также необходимо посмотреть на предмет трещин, на предмет разрушения какого-то частичного этих печей и, конечно, незамедлительно принять меры по исправлению этой ситуации. Между тем, этой ночью в Омске сгорели сразу четыре автомобиля. Две легковушки вспыхнули в Октябрьском округе. Пожар оказался настолько сильным, что пламя перекинулось на крышу трансформаторной подстанции, неподалеку от которой были припаркованы машины. Еще одно ЧП произошло в Центральном округе. Здесь также сгорели два автомобиля. Был риск, что пламенем окажутся охвачены машины, стоящие поблизости. Однако спасателям удалось вовремя локализовать огонь. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. На продаже автомобиля с пробегом хотел сорвать солидный куш. Полицейские поделились историей меча, который организовал спонтанную кражу. Инцидент произошел в одном из городских автосалонов. Мужчина приехал продать свою «Ладу Веста» и тут же на месте купить другую машину. Сделка осталась бы незамеченной силовиками, если бы не момент с обслуживанием клиента на кассе. По версии следствия, невнимательность сотрудницы толкнула мужчину на отчаянный шаг. К ним пришел мужчина и продал свой автомобиль за миллион с небольшим. И тут же сразу приобрел другой автомобиль за 780 тысяч рублей. Разницу в 250 тысяч рублей он должен был получить в кассе. Однако при пересчете кассира ошиблась. И вместо 250 тысяч передала мужчине 2,5 миллиона. Клиент, покупавший автомобиль, намеренно забрал денежную сумму гораздо больше той, что было положено. При этом попытался скрыть данный факт. Хотелось бы обратиться к покупателю автосалона и сказать ему, что данные денежные средства ему не принадлежат. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно. Подозреваемый за считанные секунды прячет пачки денег в карманы и буквально сбегает из салона. Причина спешки, подозревают силовики, проста. Мич боится, что кассир заметит ошибку и потребует вернуть наличные. Однако сам мужчина настаивает. На руки поручил ровно 250 тысяч и ни рублем больше. В запутанной истории продолжают разбираться силовики. Если правоохранители докажут вину жадного водителя, захищение в особо крупном размере ему будет грозить до 10 лет тюрьмы. Прошлое, восстановленное по черно-белым фотографиям, сделают цветным. Мамичам предлагают выбрать, какого оттенка будет фасад старинного дома на Герцена. Волонтеры Томсуэрфеста практически завершили работу по восстановлению декоративных элементов особняка. К истории здания пробираются, буквально засучив рукава, убирают старые слои краски с деревянных украшений и стен. Какие тайны скрывает особняк и как помочь разгадать их может любой омич, расскажет Наталья Азмага. Обследовали чердак. Мы нашли там основу от башли. То есть нашли фундамент стропильной системы, который был там законсервирован. И ждал нас около 70 лет, пока мы придем туда и восстановим. Когда именно этому дому снесли башню, доподлинно неизвестно. О том, что когда-то доминанта деревянного Омска привлекала в доходный дом покупателей, можно понять по сохранившейся фотографии конца 50-х годов прошлого века. Снимок помог добровольцам феста восстановить облик утраченной башни. Мы создадим такой пространственный каркас. И на него уже, получается, изготовим металлочерепицу. Из обычной жести, получается, мы сделаем такие ромбики. И они будут являть собой купол. Вот уже готовы все детали для башни. Осталось только их собрать. Вот это накладка стойки, то есть она будет фиксировать их. Уже готовы и декоративные элементы. С каждого наличника сняли по жемчужине. Эти медальоны специалисты считают отсылкой к классицизму. Вот такое вот мы ее оттерли, получается. Она была тоже закрашена в пять слоев краски. И вот они уже сняты, она зашлифована. И вот они все сохранны. Это лиственница, ей 120 лет. И, в принципе, не видно на ней какого-то ущерба. То есть с ней все хорошо. Краску снимают с помощью строительного фена и шлифуют. Какого цвета изначально был доходный дом, непонятно. Поэтому выбрать оттенок для фасада сейчас предлагают амичам. Краска была привилегией. То есть это только богатые люди могли позволить себе покрасить свой дом. Но до какого-то времени. И да, приходится выбирать по каким-то общим решениям историческим и композиционным. Мы подготовили вот восемь вариантов колористического решения. То есть на основе как окружающей среды, так и исторических расцветок. Пока на страничке соцсетей Томсойерфеста лидирует третий вариант. Темно-зеленый брус и белый декор. Так украшать дома было модно в 20 веке. Сейчас же большинство окружающих зданий на Герцена коричневые или терракотовые. И зеленая постройка может нарушить общую концепцию. А еще немаловажно мнение собственников старинного дома. Хотя сами жильцы признаются, цвет не так уж важен. Лишь бы отремонтировали. Я даже во сне бы не приснила, что могут вот так бесплатно нам сделать ремонт. День и ночь они работают, приходят такие молодцы. Дети маленькие, все что-то шкрябают. Я вчера им пирожки пекла. И вот эти дни все пирожки пеку разные. Вчера щавель привезла с деревни от свати. Много пирожков. Вот так миллиметр за сантиметром. Сантиметр за метром. Старый дом очищает от краски, чтобы дерево задышало. В Сойерфесту нужны рабочие руки. Поэтому присоединиться к волонтерскому движению. Они призывают каждого омича, чтобы сделать наш город еще краше. Наталья Змага, Сергей Гаврилов, 12 канал. И смотрите далее в программе. Любишь кататься, учи правила. Самокаты получили особый статус – средства индивидуальной мобильности. Как это изменит статистику ДТП и почему новшеством не рады владельцы кикшеринга? Грозились спустить собак и разбили фотоаппарат. Не надо меня снимать. Не надо меня снимать. Родственники цыганского наркобарона напали на съемочную группу 12 канала. И с таким подходом уедешь далеко. Омский велосипед из бутылок – теперь экспонат выставки о второй жизни пластика. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. В Омской области появится Государственный фонд развития промышленности. Решения о его создании приняли сегодня на заседании регионального Кабмина. Некоммерческая организация будет оказывать финансовую поддержку предприятиям в форме займов, грантов, взносов и лизинга. Свою деятельность фонд начнет в 2023 году. В условиях санкционного давления эти деньги будут направляться на выпуск продукции и товаров в рамках импортозамещения и также открытие новых производственных линий, создание новых предприятий, которых у нас с вами не было. Грозились спустить собак и сломали фотоаппарат. На съемочную группу 12 канала напали родственники Омского наркобарона. Скандал разгорелся сегодня в Усть-Заостровке, где на днях задержали банду наркоторговцев. По версии следствия, участники ОПГ вели криминальный бизнес, сбывали синтетические наркотики в нескольких регионах России. В спецоперации по захвату членов сообщества участвовали больше 300 полицейских, Росгвардия и ФСБ. Громкое дело сейчас на контроле федерального МВД. Сегодня наша съемочная группа отправилась к роскошному особняку лидера сообщества, чтобы пообщаться с соседями. В какой-то момент на корреспондента напали разъяренные родственники главного подозреваемого. Почему вы препятствуете работе журналистов? Не надо меня снимать! Не надо! Нападавшие повредили технику журналистов. С кулаками накинулись и на корреспондента. Прибывшие на место силовики зафиксировали побои. Заявление в полицию уже написано. Любишь кататься? Учи правила! Гироскутеры, моноколеса и электросамокаты получили официальный статус средства индивидуальной мобильности. А значит передвигаться по городу на них теперь нужно, соблюдая правила дорожного движения. Вопрос по словам авторов инициативы. Назрел давно аварий с участием этого вида транспорта. Происходит все чаще. На большой скорости самокатчики несутся по тротуарам, сбивая прохожих. Вылетают и на проезжую часть. Снизить количество ДТП и призваны новые поправки. Помогут ли они изменить ситуацию на дорогах к лучшему, разбиралась Екатерина Булучевская. Электросамокатом, рассказывает Сергей Гришин, он обзавелся еще до того, как это стало мейнстримом. Пару лет назад с велосипеда пересел на новый вид транспорта. На нем не только крутил виражи по двору, но и ездил на работу. Если я ездил на работу, например, на маршрутке, когда пешком я выходил, у меня выходило, скажем, час 10, час 15. На самокате у меня выходило около 35 минут. Когда по трассе едешь, я эти маршрутки даже обгоняю. Они же останавливаются, а я спокойненько проезжаю их, догоняю, обгоняю. Такие догонялки очень скоро закончились. Этой весной Сергей попал в серьезную аварию. На самокате угодил под автобус. Двухколесный транспорт превратился в груду металла, а мужчина с переломом ключицы попал в больницу. У меня боли были невероятные. Я такую боль в жизни не слышал. Не было такой у меня в жизни боли. Я даже чувствую, что от боли у меня сознание. Они мне все время на шатырек говорят, не падайте, не падайте. Такая боль была. Вы знаете, я сразу сказал, нет, я на самокат больше не сяду. Зарекался мужчина зря. Через пару месяцев, восстановившись после травмы, Сергей снова встал на самокат. Правда, теперь соблюдает осторожность. Скорость не выше 20 км в час. Подальше старается держаться и от автомобилей. Сознательность это хорошо, говорят специалисты. Однако так самокатный беспредел не остановить. Другое дело закон. И теперь он в России есть. Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса получили новый статус. Средство индивидуальной мобильности. Теперь владельцы двухколесного транспорта должны соблюдать определенные правила. Передвигаться на электросамокате по тротуарам и пешеходным дорожкам по-прежнему можно, но со скоростью не более 25 км в час. Большое значение имеет вес, но не ваш, конечно, а самокат. Он не должен превышать 35 кг. Преимущество всегда у пешеходов. Но и самое главное, подъезжая к зебре, нужно, что называется, спешиваться, слезать с самоката и везти его рядом с собой, когда переходите дорогу. Разрешено ездить на электросамокате по магистралям, где действует ограничение скорости в 60 км в час, но только по правому краю проезжей части и при условии, что водитель старше 14 лет. На то, чтобы принять закон, ушло почти три года. Задумываться над юридическим статусом электросамокатов начали еще в 2019-м. Тогда их признали самым опасным средством передвижения из-за огромного количества аварий. С новыми поправками, уверены госавтоинспекторы, эта проблема будет решена. Закон вступит в силу уже в новом сезоне 1 марта 2023-го. До этого момента от поездок на самокатах амичам советуют и вовсе отказаться. Гололедные явления или мокрый асфальт может привести к тому, что вовремя не сможет участник дорожного движения затормозить, то, конечно же, при падении он получит еще более серьезные травмы. За новые правила и сервисы, предоставляющие кикшеринг, прокат. Сейчас в Омске работает несколько компаний. По словам специалистов, примерно 20-30% самокатов регулярно выводятся из эксплуатации из-за аварий. Новые поправки позволят сохранить транспорт в целости. Но такой оптимистичный настрой далеко не у всех. Небольшие фирмы переживают. Ужесточение правил может ударить по бизнесу. В связи с выходом этого закона, спрос еще упадет. Поэтому наверняка мы не будем открываться. Мы отремонтируем технику и выставим ее на продажу. Есть замечания к новому закону и у юристов. Ограничения в нем прописаны, а вот ответственность за нарушение нет. Да и как контролировать лихачей? Пока непонятно. Госномера, как у машины, у самокатов нет. Одно из предложений – использовать систему «Безопасный город», которая благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения помогает правоохранителям устанавливать личность нарушителя. Еще один вариант – выпускать мобильный транспорт с блокираторами скорости. Врачи же и вовсе советуют омичам отказаться от прогулок на самокатах. Они вредны для здоровья. Ноги фиксированы в одном положении, то есть в прямом, и находятся в напряжении, а происходят вибрации. И при движении самоката по нейронной поверхности страдает позвоночный ствол. Доктора говорят, куда полезнее пройтись пешком. Но если отказываться от популярного транспорта вы все же не хотите, придется учить новые правила и главное – соблюдать их. Екатерина Булучевская, Михаил Клишин, Сергей Гаврилов, 12 канал. Больше пяти тысяч писем отправлены российским бойцам из Омской области. Их авторы – школьники, активисты движения «Юнармия». В это непростое время ребята стараются найти нужные слова и поддержать участников спецопераций. В письмах рассказывают о себе, родном городе. Адресаты неизвестны, но получить искренние слова поддержки, как уверены ребята, будет приятно любому из бойцов. Ученики начальных классов сопровождают свои послания рисунками. Это первое письмо. Я считаю, что это очень важно, чтобы солдаты понимали, что их ждет не только их семья, а вся Россия. Я переживаю за всех солдат, которые сейчас на Украине. Я хочу, чтобы все вернулись домой живыми, чтобы их семья не плакала из-за того, что их нет. Я пожелаю ему вернуться домой живым, с победой, чтобы он не падал духом. Пожелаю ему удачи и успехов. Наш юнормейский отряд и вся юнормия в целом гордится вами. Спасибо за то, что вы проявляете смелость и отвагу при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины. Родина вас не забудет. Передают пожелания от ребят через московский штаб или напрямую через военнослужащих, которые приехали на несколько дней в Омск. Написать письмо солдату могут все желающие. Главное принести послание в дом юнормии на Всеволода Иванова-13. Следующую партию конвертов отправят солдатам в конце этой недели. Неиспользованные поездки по карте Омка вернут. А мечам перечислят средства, заблокированные на проездном во время пандемии. На ограничения, напомню, в регионе пошли в апреле 2020-го, когда страна столкнулась с коронавирусом. Тогда, чтобы ограничить контакты и не допустить быстрого распространения инфекции, был введен режим самоизоляции. Поездки по проездным билетам, так называемого длительного пользования, приостановили. Теперь их восстановят. Остаток средств перенесут на новую транспортную карту. Для этого Амичам с паспортом нужно обратиться в офис предприятия «Пассажирсервис» на Красном пути. Принимать заявление здесь начнут с 14 октября. Мусор, который может превратиться в колье или стать одеждой. Почему пластик? Это материал 21 века, расскажут о Мичам на выставке. Она откроется уже завтра в центре «Эрмитаж Сибирь». Свои работы представят 20 зарубежных и российских дизайнеров. Все это уже воплощенные в жизнь проекты. Кураторы, подбирая экспонаты, постарались показать все возможности вторичной переработки. Есть среди образцов и омский велосипед. Наталья Рогалева одной из первых прогулялась по выставке. Невозможно понять, даже когда ты смотришь на изделие вблизи, что это самые обычные пэт-бутылки. Скорее кажется, что эти хрупкие аксессуары выполнены из стекла. Но это пластик, причем уже бывший в употреблении. И такие открытия здесь на каждом шагу. В одном зале куратора объединили яркие образцы современного дизайна со всего мира, чтобы показать истинный потенциал того, что мы часто отправляем в мусорную корзину. Мы хотим донести также вместе с нашими партнерами, до наших зрителей, мысль, что пластик это не страшно, это прекрасно. Просто нужно знать, что с ним можно сделать. И здесь как раз показано, что можно сделать с пластиком. Мебель, посуда, одежда и даже детские игрушки. Кажется, пластик способен быть чем угодно. Причем вторичная переработка не только сокращает количество мусора на планете, она решает и социальные проблемы. Например, эти грузовички спасают от голода африканских детей. Материал для их производства собирают на побережье жители одной из местных деревень. Они же при поддержке голландских дизайнеров делают из собранного пластика игрушки, которые продают по всему миру. Получилось, что семьи не только собирают пластик, но они из него делают изделия и таким образом могут содержать свои семьи. Я воню большое количество детей в Африке, как правило. Выставку посмотрели уже в восьми городах страны. На несколько недель она останется в Омске, но станет чуть больше. Один из экспонатов – временный велосипед, рама которого сделана из пластиковых бутылок. По словам автора, меча Петра Мельникова прослужит она два десятка лет, а стоить будет в десять раз дешевле металлического аналога. Потенциал разработки организаторы увидели сразу. Я хочу взять его. Я не знаю, дадут ли он или нет. Велосипед потрясающий совершенно. Я бы хотела, конечно, чтобы велосипед дальше поехал с выставкой в другие города. Возможно, став частью постоянной экспозиции, омский эко-велосипед поможет авторам найти спонсоров на серийное производство, а может быть, вдохновит других. Куратор отмечает, что в каждом городе после закрытия выставки появляется два-три новых проекта, основанные на переработке полимеров. А это лучший отзыв посетителей. Совсем скоро монтаж этой выставки завершится. И, пожалуй, впервые очень трудно определить, что здесь упаковочный материал, а что выставочные образцы. Но в этом и есть какая-то магия. Ведь сегодняшняя полиэтиленовая пленка уже завтра может стать вот такой вот удобной сумкой. Ведь возможности пластика поистине безграничны. Наталья Роголева, Павел Маджос, 12 канал. В «Авангарде» очередные изменения в составе. Правда, на этот раз среди игроков. Клуб заключил трехлетний контракт с защитником Зиятом Пайгиным. Ранее выступавшим за Нижегородская торпеда. Игрока обороны ястребы получили в обмен на денежную компенсацию. А генеральный менеджер команды Алексей Волков отметил, что линия защиты «Авангарда» нуждается в усилении. И Пайгин – это тот хоккеист, который позволит ее укрепить. В КХЛ игрок провел более 300 матчей, набрал 91 очко. А из 30 шайб 16 забросил в большинстве. В текущем сезоне за торпеда Пайгин сыграл 4 матча и отметился одной шайбой. Дебютировать за «Ястребов» защитник может уже завтра на домашней встрече против Хабаровского Амура. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.рум. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра 13 октября в Омске облачно, ночью плюс 3, плюс 5, в дневные часы до 10 градусов тепла. В районах переменная облачность в ночные часы 1-3 градуса тепла, днем до 12 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Таковы итоги этого дня. Благодарю вас за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова